В эфире новости Анапа.регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Теперь он может свободно спускаться на электроколяске и сам ездить. Доступная среда. В жилой многоэтажке монтирует современный электрический подъемник. Смотрю, уже идет. Я уже вот лезь. По тормозам уже куда? Осторожно на дороге. Серьезная авария на пересечении улиц Крымской и Первомайской. И где мы играем? Кондо 5 с матом. И черный край круглый. Мат легали. История успеха. 14-летний шахматистский из Анапы. На пляжах должен быть порядок. Всегда. В том числе и в зимнее время. Это поручение главы Анапы. Ситуация находится на личном контроле Юрия Полякова. И несколько цифр. За новогодние праздники с Анапских пляжей вывезли 25 тонн бытового мусора. В основном это пластик. Но больше всего доставляет проблем обломки деревьев. Более 50 тонн вынесло на берег только в январе. Ситуация осложняется штормом. Этой ночью его сила достигала 5 баллов. А это вновь тонны мусора, выброшенные на Анапские пляжи. Это трехкилометровая зона от речки Анапка. Еще вчера этот участок был полностью очищен от мусора и прогрегирован. А уже сегодня море преподнесло новые сюрпризы. Только за один день шторма на этом отрезке выбросило порядка 16 тонн отходов. Комка, деревья, бытовой мусор. Рабочий собирает все вручную. Виктор Дремов работает в объединении курортных услуг, которые занимаются обслуживанием пляжей, уже более двух десятков лет. Рассказывает, что уборка мусора – дело непростое. Здесь есть свои особенности. Такая значительная проблема – это выброс большой, огромной древесины. Объемной, можно сказать, древесины. Ее тяжело, во-первых, убирать, а во-вторых, она даже, бывают такие, попадаются неподъемные. А почему мы складируем возле уреза воды? Потому что из опыта, если мусор отодвигать дальше, его заметает песком. А так мы его делаем кучки и сразу технику пускаем, убираем все это. От реки Анапки-Давитезева работает три бригады. Задействовано семь единиц техники. Общая протяженность территории – более 16 километров. В среднем на полную уборку береговой полосы уходит два дня. Но при таком шторме, как сегодня, коммунальщикам приходится каждое утро начинать свою работу сначала. При этом необходимо не только собрать мусор, но и рассортировать его. Дерево, бытовые отходы и морская трава утилизируются по отдельности. А вот на этом участке пляжа вторая бригада коммунальщиков навела порядок утром. Видны свежие следы грейдирования песка. Но у моря свои законы. Морской мусор за короткое время вновь намыло морем туда, где час назад было абсолютно чисто. Зимний-весенний период всегда у нас много мусора. Для нас ничего нового в принципе нет. Проблема просто времени небольшая, потому что вот, допустим, ту же самую древесину, ее нужно на бригаде, ее еще попилить на куски, чтобы мы ее могли сдать на свалку, потому что, как правило, это все нестандартного размера объекты. Впрочем, штормовая погода и работы коммунальных служб для любителей морского мациона по зимнему пляжу не доставляют хлопот. Одни занимаются спортом, другие просто прогуливаются и дышат воздухом. Люди с пониманием относятся к временным неудобствам. Самое главное для них – это чистое побережье. Уже чище стало. Мы буквально дня три назад гуляли, намного было больше мусора. Видно, что что-то убирается, чистится. Прохаживаюсь я здесь регулярно и чистят регулярно. А качество как оценить? Какие механизмы у них есть, какие возможности, так, наверное, и чистят. А что все время после шторма убирают. Сейчас у коммунальщиков сложный период. По прогнозам, шторм продлится еще несколько дней. Впрочем, службы готовы к неожиданностям. Необходимый запас техники, горючего и запасных частей позволит без особого напряжения ликвидировать все последствия штормовой погоды. Руслан Душевский, Анапа, регион. Историческое Анапе определили границы. Документ утвержден Краевым управлением госохраны объектов культурного наследия. На его основании будут приниматься все градостроительные решения. Всего же под охраной государства теперь будет находиться более 65 гектаров земли. В основном в центре города, ведь именно там находятся объекты культурного наследия Анапы. Например, русские ворота, здание с водонапорной башней, турецкая мечеть и православная церковь Святого Ануфрия. Охране подлежит и сетка кварталов, сформированных в конце XVIII-начале XX веков, куда входят проспекты революции, улицы Пушкина, Калинина, Кирова, Горького, Черноморская, Ленина и Соборная. Надо сказать, что глава Анапы Юрий Поляков с самого начала придерживался оппозиции сохранения исторической застройки в центре курорта. Именно поэтому еще в июне 2017 года в администрации города начали готовить обоснование так называемого предмета охраны исторического поселения. Эти меры позволят сохранить то немногое, что осталось от исторической части Анапы, установить единый облик, исключить среднеэтажную и высотную застройку. С учетом утвержденного документа уже запланировано внесение изменений в правила землепользования и застройки города. А еще город должен быть комфортным и уютным для его жителей. И есть особая категория – люди с ограниченными возможностями. В конце прошлого года главе Анапы обратилась мама, у которой сын с самого рождения передвигается только на инвалидной коляске. Да вот только дальше порога квартиры, а живут они на девятом этаже, выехать он до этого времени не мог. В подъезде пантус был, но только сделан он, мягко говоря, неправильно. Юрий Поляков взял ситуацию под свой контроль. Что из этого получилось в нашем материале? Вот уже пять лет Людмила Коткова выносит сына из дома на улицу буквально на руках. Пандус для спуска инвалидной коляски сделали несколько лет назад, да только с нарушением нормативов. Как вы видите, построили пандус такой металлический, рельсы положила по нему вообще. Неудобно съезжать, неудобный ни зимой, ни летом. Каждый раз, когда, особенно зимой, когда скользко, когда холодно, очень тяжело. В декабре прошлого года Котковы были на личном приеме главы Анапы. Рассказали о своих проблемах. Анапы, что вы сказали, я думаю, что мы в ближайшее время, даже я сейчас напряжу всех, сделаем там нормальный пандус. И не вот такой. Очень было бы, хорошо такой. Ждать долго не пришлось. Сразу после новогодних праздников начались монтажные работы по установке нового пандуса. Теперь уже с соблюдением всех норм. Посмотрели, технически невозможно сделать здесь пандус, поэтому приняли решение купить электрический. По срокам сегодня будет до конца дня произведен монтаж, и завтра подключение. Людмила Ивановна лично вникает в технические детали. После знакомства с этим чудом техники выносит свой вердикт. Вещь стоящая. Конечно, это облегчит нам жизнь. Чаще будем выходить на улицу, так сказать. Да, у Леши электроколяска. Теперь он может свободно будет спускаться на электроколяске и сам ездить. Ну, почти. Ну, почти, да. Вот так проблемы. Очень большие проблемы решаются. Сейчас этот пандус у нас будет. Это вообще, конечно, круто. Благодаря обращению к мэру мы сходили к Юрию Федоровичу. И благодаря ему у нас наконец-то появится пандус, на котором мне будет гораздо проще и удобнее спускаться. После завершения всех работ в подъезде строителям предстоит следующий этап. У входа нужно будет сделать откидной на стил, чтобы инвалидная коляска могла беспрепятственно заезжать в дом. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион. Дорога ошибок не прощает. Сегодня на пересечении улиц Крымская и Первомайская столкнулись автобус и легковой автомобиль. Обошлось без жертв. Причина аварии – типичная невнимательность и спешка. Подробности в нашем сюжете. Вес такого автобуса с полной нагрузкой без малого 6 тонн. Авария произошла утром. Он был полон пассажиров, которые спешили на работу. Водитель легкового автомобиля «Хюндай» не убедилась в безопасности маневра. При повороте с улицы Крымская на Первомайскую попыталась проскочить перед автобусом. В результате маршрутка ударила дорогую иномарку в бок. Возможности остановить многотонную машину у водителя не было. Буквально через несколько минут на место ДТП прибыл первый реанимационный автомобиль. Медики осмотрели предполагаемую виновницу аварии. От серьезных повреждений ее спасла система безопасности автомобиля. А вот самой машине потребуется весьма дорогостоящий ремонт. Среди пассажиров автобуса травму получила женщина. На место происшествия прибыла вторая бригада скорой помощи. Итог этой аварии неутешителен двое пострадавших в больнице. ГИБДД еще раз напоминает о том, что автомобиль – это источник повышенной опасности. Водитель должен быть предельно внимателен и осторожен. Ведь от его поведения на дороге может зависеть чье-то здоровье, а возможно и жизнь. Руслан Душевский, Анапа-регион. Мат-Легали – так называется уникальная партия, которую знает не каждый взрослый, но только не восьмиклассница Саша Старостина. Специально для нашей съемочной группы шахматисты разыграли эту бессмертную партию, которая вошла в историю шахмат. А об истории успеха одной из лучших шахматисток Анапы в нашем следующем сюжете. Восьмиклассница Александра Старостина привыкла все ходы просчитывать наперед. Она уже знает, что после окончания школы получит юридическое образование. А еще она усиленно занимается иностранными языками и спортом. Это ей необходимо для будущей профессии. Саша решила стать полицейским. Свой выбор объясняет просто. Шахматы, конечно, многие считают, что это мужской вид спорта, но также, например, футбол. Футбол относится к мужскому виду спорта, но это не мешает девушкам заниматься футболом и какими-то успехами обладать и заниматься. Так что я считаю, что шахматами может заниматься как и мужчина, так и женщина. В истории шахмат немало партий, но не все они стали образцами. Один из них – мат-легали. Впервые он был поставлен в партии, сыгранный в Париже 18 века между Кенмюром де Легалем, сильнейшим шахматистом Франции, и шахматистом Сен-Бри. Уникальный, красивый мат. Это ли не повод войти в историю? Белые бьют слоны в семь шаг. У короля единственный ход король в семь. И белые играют конь за пять с матом. И черные проигрывают. Преподаватель доверяет ученице как себе. Старостина – победитель первенства ЮФО по шахматам. Трехкратный призер Краснодарского края. Саша состоит в высшей лиге первенства России. На данный момент она является сильнейшим игроком нашего города Анапы. И выступает достойно, защищает честь нашего города на всех уровнях. И в Новороссийске, в Анапе, в Ростове, в Сочи. Приятно, когда на уровне Южного федерального округа имя Саши будет блистать. И откуда девочка? Анапа. Борис Панченко – сам шахматист высокого класса. Преподавал шахматы в России и за рубежом. В Израиле, Пакистане и даже в Африке. Панченко часто делает смелые ходы. Причем не только на шахматной доске. На Новый год он пригласил школьников сразиться со старейшими шахматистами в клуб «Ветеран». Саша была единственной девочкой. И кроме специального приза завоевала неофициальный титул шахматной королевы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.